Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Мы коротко, только по делу, но не упуская самого важного для вас. Вот главная тема выпуска. Кировчанам запретили выходить на улицу, сухостой захватил город и жестокое нападение андатор. Кировчан просят лишний раз не выходить из дома, особенно пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. МЧС области объявила метеопредупреждение из-за жары. До 28 числа ожидается аномально жаркая погода. Аномально, значит, нетипично для нашего региона в августе. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. Плюс 30 на градусника будет до начала следующей рабочей недели. Потом жара спадет и пойдут дожди. Будьте осторожны со своим здоровьем и, по возможности, не отпускайте днем на улицу своих пожилых родных. Жара – это еще, конечно, и высокая пожароопасность. В некоторых регионах уже несколько дней полыхают огромные площади лесов. Дым от пожаров добрался и до нашей области. Серьезный лесной пожар сейчас действует в Ратынском районе Нижегородской области. Площадь горения составляет 360 гектаров. Дым от пожара чувствуют и жители Кировской области. Очевидцы отмечают не только снижение горизонтальной видимости, но и запах гари. Из-за смены направления ветра в ближайшие дни дым может быть особо заметен в западных и центральных районах региона. Напомним, что в ликвидации этого пожара принимают участие и наши спасатели. Аэромобильная команда МЧС из Кировской области состоит из 30 человек и 8 единиц техники. Такую жару, конечно, легче переживать в зеленом городе. Можно хотя бы спрятаться в тени, но и дышать с ними гораздо легче. Но деревьев у нас почему-то становится только меньше. В социальных сетях кировчане жалуются на большое количество сухостоя. Вот такие безжизненные стволы есть в каждом районе города, в том числе и на центральных улицах. Они украшают у нас и парки, и парковки. Люди переживают, что в непогоду деревья могут упасть. В администрации сообщают, что работа по уборке сухих деревьев ведется постоянно. Однако жители города замечают, что здоровые деревья стали уничтожать гораздо чаще. Вот, к примеру, на улице Ленина сейчас там идет капитальный ремонт дороги до улицы современной. На первом этапе работы подрядчик спилил молодые березы, чем очень сильно тогда разозлил жителей района. Но вроде обещают восстановить озеленение. Сам ремонт дороги планируют закончить до 1 сентября, как в принципе и обещалось. На Ленина уже уложили асфальт новой полосы по нечетной стороне улицы. Открыли проезд по улице современной к торговому центру. Движение с улицы Ленина на придомовую территорию по четной стороне откроют 29 августа. После окончания всех работ на Ленина добавится по одной полосе движения с обеих сторон. По задумке мэрии, после их появления пробок тут станет меньше. А вот на перекрестке Щерса-Попова сегодня водителям пришлось снова стоять в ожидании зеленого сигнала. Утром режим светофора так и не изменили. В администрации пообещали вернуть прежний режим сегодня в 22.00. На поздний вечер работу перенесли, чтобы не перекрывать и так затрудненное здесь движение. А вот на перекрестке Щерса-Производственная светофор перенастроили. Там добавили целых 10 секунд на зеленый сигнал по производственной. Новый сквер в Нововятске откроется уже в начале сентября. В прошлом году кировчане голосовали за территорию, которую нужно благоустроить. Сквер в Нововятске набрал больше 5000 голосов. Строить его начали в мае этого года. Сейчас подрядчик на финальном этапе работы. Раньше в этом месте был заброшенный пустырь. Как облагородить территорию решали сами жители Нововятска. В зоне отдыха им поставить фонтан, детскую спортивную площадки, велосипедные дорожки и даже сцену, чтобы проводить там праздники. Затем как продвигаются работы приехал посмотреть в Рио губернатора. Подрядчику он предложил украсить территорию. Обыграть надо как-то это самое теплотрассуд. Поставьте деревяшки, сделайте из плохого хорошее, чтобы тепло не закрывало. А с нее сделайте те самые, на следующий год висящие сады Семирамиды. Местные жители контролируют ход работы, они наблюдают за строительством и ждут открытия. Затем, чтобы подрядчик успел в срок, следят и депутаты. Мы каждую пятницу в 10 утра выезжаем с департаментом городского хозяйства, непосредственно с руководителем. И здесь проводим уже и с подрядчиком совещание, прямо на месте. Я нахожусь в округе и каждый день заезжаю. Основные работы закончат 4 сентября, сделают дорожки, подготовят грунт под газоны. А к началу октября в сквере появятся детские и спортивные площадки. Региональный Минздрав сегодня поделился необычной статистикой. Специалисты рассказали, кто кусал кировчан за этот год. И как выяснилось, страдали кировчане не только от кошек и собак, но и от экзотических животных. К примеру, местному рыбаку досталось от андатры. Зверь хотел угоститься его уловом, но кировчан делиться рыбой отказался, за что и получил укус от зверя. А еще кировчан кусали обезьяны, игуаны, вороны и сурикаты. В основном такие укусы люди получали во время отдыха. Практически всем после таких встреч пришлось получать курс уколов от бешенства. Это были все новости на сегодня на свете последних новостей. Берегите себя. Всего доброго.